Тема обороны только уже в масштабах союзного государства сегодня получила неожиданное продолжение. Несколько часов назад в Минск прилетел Сергей Шойгу. С министром обороны России встретился Александр Лукашенко. Встреча необычная для вечера субботы. Но, с другой стороны, в вопросах военного сотрудничества выходных точно не бывает. За новостными лентами следит Екатерина Тишкевич. Катя, добрый вечер. Уже есть подробности? Да, Аня. Агентство пестрят заголовками. Всюду разлетелось заявление нашего президента о том, что Беларусь и Россия готовы в случае необходимости вместе отражать агрессию недружественных стран. И мы получили кадры встречи. Минску и Москве необходимо выработать единую позицию относительно дальнейших действий по защите территориальной целостности. В нашей стране уже проходят, выражаясь военным языком, мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений. Но такое объединение усилий не устрашение ради. Ответ на действия коллективного Запада. Это особо подчеркнул президент. Мы серьезно к этому подошли. И наши и ваши офицеры готовят ребят и белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы и в случае необходимости первые роды наши защитники союзного государства смогли отразить любую агрессию. Мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают. Вокруг мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно. Я не собираюсь никого пугать, вы тем более, все уже и так напуганы, перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили, в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего, не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Не видят они, видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится. Не вы, не мы войны не хотели и не хотим. Все, о чем мы договорились с президентом России, вы в курсе дела. Он мне вчера звонил, он сказал, что вы будете здесь, и мы с вами продолжим это обсуждение, выработаем единую позицию о наших дальнейших действиях по защите нашей территориальной целости. Военные, они, конечно, делают все для того, чтобы появилась большая выучка, большее слаживание, боевое слаживание. И, как мне сказал министр обороны, и наш, естественно, здесь находится замкоманночный сухопутный войсками, это уже похоже на такое войство, которое может выполнять задачи. Стороны открыто просят не будить лихо. Но тихо в ближайшее время, похоже, не будет. И тут спасибо, можно сказать, экс-президенту Украины Порошенко, который недавно публично проболтался, что переговоры 2014 года были всего лишь отвлечением внимания для подготовки к войне. Один только этот факт, по мнению Александра Лукашенко, говорит о многом. Продолжение следует...